Приветствую вас. Я думаю, что совершенно очевидно, дело не в месте, где вы можете быть. Место может быть каким угодно. Я думаю, что все дело немножечко в другом. Дело с сердцем, дело в том, что вы чувствуете, дело в том, что вы знаете, дело в том, чего вы хотите, это куда более важный на самом деле момент. Понимаете? То есть, где бы вы ни были, вам будет всегда, везде одиноко и тяжело, потому что, если нет внутреннего ориентира, если нет внутреннего стержня, вот, то вы рискуете, рискуете потерять себя, вы рискуете потерять свою ценность, понимаете? Вот. И мне кажется, что начинать нужно не с того, чтобы искать место и пытаться принять какое-то правильное решение, а с того, чтобы разобраться в своих чувствах, в своих желаниях, в своих потребностях. А научиться, может быть, научиться определять, где вы и где ваши родители, например, которые вам все запрещают. Научиться выражать свои желания, научиться реализовывать их, научиться слушать себя, а не своих родителей. А понимать, чего вы хотите и реализовывать это где угодно и с кем угодно, когда угодно. Вот что важно. Вот что действительно и по-настоящему, по-настоящему важно, а не место, в котором вы живете. Уезжать в другое место можно только по соображениям исключительно более приземленным и, возможно, более материальным, таким, таким, например, как комфорт жизни, таким, например, как перспективы, такие, например, как определенные люди и так далее. Понимаете? Вот это, это то, что действительно вам нужно сделать. Свою проблему с мужчинами, свою проблему с потерянностью вашей, вы не решите вот так, куда ты уехал. Потому что по итогу получится, что любое решение будет неправильным. Понимаете? Вот. То есть, решение только тогда будет адекватным и верным, только тогда оно будет вашим, когда оно будет ориентироваться исключительно на ваши чувства, когда вы раскроете свои желания, когда вы раскроете себя и будете без страха прислушиваться к ним, к тому, чего хочется, например, именно вам. И вот только тогда, только тогда можно будет говорить о том, что любое решение, значит, будет адекватным и пойдет вам на пользу. Вы пишете, живу в России с маленького возраста, строго воспитываюсь, с мальчиками не общаюсь и так далее. Если вы живете в России с маленького возраста, значит, в России, по сути, ваша родина. Значит, по национальности не русская, это не важно, какая у вас национальность. То, что с мальчиками не общаюсь и так далее, это запрет. Запрет на все, на выражение собственной воли, на сексуальность, на активность, на инициативу, на все. От запретов можно избавляться, можно и нужно избавляться. Но это работа. То есть работа по идентификации запрета. То есть, по сути, речь идет о, значит, об обнаружении. Речь идет об обнаружении запретов. Понимаете? Потому что, вот, сейчас я действую, потому что есть какой-то запрет. Ну, допустим, это я так, к примеру, говорю, да, вот. Сейчас я действую, потому что есть запрет, например. Ну и так далее. То есть, это все очень важная история. Обнаружение запретов и взаимодействие с ними. Да, то есть, понимание, понимание того, для чего они вам нужны, эти запреты. Вот. Вот. Что хотят сказать с этими запретами авторы запретов. Вот. Где они, эти запреты, полезны вам, где эти запреты, вам бесполезны. То есть, вот это все нужно исследовать обязательно, да, для того, чтобы вы лучше понимали, что происходит, как происходит, почему происходит, ну и так далее. Вот. Это очень важно. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь, то есть, ну, что я хочу вам сказать этим аспектом. Ну, через этот аспект. Дальше идем. Значит, для чего вам общаться с мальчиком? Так, это вот тоже очень важный и один из ключевых моментов. Почему вы, в первую очередь, да, вот в самую первую очередь, вы назвали именно, именно мальчиком? То есть, вы не назвали там какие-то другие истории? Вот. Назвали вы именно мальчиком? Почему? Почему именно мальчиком? Вопрос. Дальше. Значит, по прошествии поняла, что частично впитала русский менталитет. Ну, это нормально. Это нормально, потому что, если вы живете где-то в России, если вы живете в какой-то стране, то это совсем нормально, что менталитет у вас такой, да. Абсолютно. Абсолютно. Вряд ли здесь может быть как-то по-другому. В общем. Вопрос в том, как к этому относитесь вы, да, то есть вы считаете, что должно быть иначе, или как, или что. Вот это, конечно, история, на мой взгляд, ну, достаточно важная. То есть, если вы считаете, что все должно быть по-другому, например, да, то почему, почему вы считаете, что все должно быть по-другому? Ну, если вы считаете. Действительно. Так. Вот. Дальше. Дальше. Так. В юности тянуло на запреты. Обжал с русскими парнями. Ничего серьезного. Правильно? Потому что, если запреты не объясняются, то он на них всегда тянет. Вот сейчас подросшело, и что, на запреты уже не тянет. Возможно, на запреты вас уже не тянет, а вот, вы как были неудовлетворены, да, как были, ну, вы как были неудовлетворены, так в принципе неудовлетворены вы и остались. Правильно? Такая история получается. Ну, вот. Скорее всего, именно, именно такая история получается. Смотрите. То есть, как бы, тут все достаточно просто. Одни желания у вас переросли, переросли в другие. Теперь вы подрослели, проблемы, в принципе, переросли из одной в другую. Вот. Вы пишите ничего серьезного, исключительно общение. А если бы было серьезное, то что? Сейчас подрастела, была на родине пару лет назад, грустная, но и там чувствовала себя чужой. Так. А вы везде почувствуете себя чужой, анализом. Везде. Вы везде будете чувствовать себя чужой до тех пор, пока будете ждать обратных сходят друг к другу. Ну, по сути, по сути, да, вот это вот, это проблема, проблема. Это проблема всех людей, которые, соответственно, чувствовали запреты. Потому что такие люди, да, которых запрещают и мешают им проявлять, не дают проявлять инициативу, что такие люди, они, как правило, ждут. Они ждут, что у них все будет. Они ждут, что у них все само собой появится. И очень, в общем-то, сильно разочаровываются и впадают в аттракцию, когда выяснят, что ничего не будет. То есть, ну, вообще ничего не, само ничего не придет. Вот. Поэтому вам нужно перестать ждать, что вы где-то в каком-то месте станете, станете внезапно на то, своей, да, что у вас что-то изменится. А, просто брать и делать. Брать и делать то, что необходимо. То, что нужно вам. Вот. Если вам это действительно нужно. Вот, по сути, и все. По сути, это вот так. По сути, это вот именно та история. Придорогу я там и там чужая. Где моя Родина? У вас сердце. Мне так, конечно, Родина, я очень скучаю. А что? Мне там хорошо, там, и мне хорошо, там, моя земля, воздух. Ну, что значит ваша земля, она, блин? Ну, что значит ваша земля? Что значит ваш воздух? Ну, вы же понимаете сами, что, как бы, воздух везде одинаковый. То есть, воздух и земля, она, по сути, везде одинаковая. Дело не в воздухе и земля, а в том, как вы себя чувствуете. Все это не так? Понимаете? Какая ссорная. То есть, вы себе объясняете это, конечно. Я понимаю, что вы себе объясняете, но я вам серьезно говорю о том, что сейчас вы, как бы, пытаетесь, ну, живете в некоторой иллюзии. Потому что, земля и воздух, может быть, и ваша, но вы все равно чувствуете себя чужой, получается. И нас сейчас тянет там вас на Родину, да? Все-таки что-то другое. То есть, тянет вас на что-то другое. И одного воздуха вам мало получат. И земли и воздух вам мало. Вот. Поэтому вам нужно посмотреть правду в складах. Где бы вы ни были, где бы вы ни были, скорее всего, вы, значит, ну, принесете туда свои переживания. Свои страдания. Свой негатив. Понимаете? Какая история. Не потому что вы плоха. Потому что это только так работа. Но это не работает по-другому, к сожалению. Дальше. Так. Там другие люди, у них другой менталитет. Знаете, вот я думаю, что у вас вот этот вот вопрос национальности и, возможно, стереотипов, связанных с национальностью, да, достаточно много. То есть, вы уделяете много внимания вот этим вот вещам. Хотя, на самом деле, это не так важно. Не так важно. Важно, что между людьми общего. Важно то, что вы делаете. Важно то, чем вы занимаетесь. Важно то, как вы организуете подход к тому, что вам нравится и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что вам можно ответить именно так. На ваш, на ваш вопрос. Который выдают. Вот. Вот, ну, именно конкретно на вопрос. В России мне очень хорошо, я, друзья, работаю, но люди не только, как я. А что это значит? Давайте попробуем стать таким, как они, или хотя бы разделить их интересы. Вот. Вы хоть как бы смесь питала лучше от одной и от другой нации, но в России одинокое. Что делать? Я думаю, что искать гармонию в себе, вот, и поактивнее выражать свои чувства. Потому что ваша изоляция, которую вы описываете, изолированность, которую вы ощущаете, она связана не с территорией. Да? Связана с тем, как вы себя воспринимаете. Вот. И, соответственно, если вы хотите, чтобы что-то поменялось, да, и если вы хотите, чтобы что-то поменялось, то вам нужно лучше выражать именно свои эмоции, свои чувства. А не рассчитывать на то, что, вот, где-то, где-то, с кем-то вы будете не одиноки. Скажите, кто-то, вот, кто-то решит, э, за вас, э, проблемы одиночества. Понимаете? Вот. Так. Не работает. К сожалению. Так. Эээ. Хочу на родину, все приубеждают, что мне там делать нечего. А меня тянет, никто, мне не хочет туда уезжать, говорят, там нет будущего, а что делать? Ну, разберитесь, э, для начала, э, в том, э, чем именно вас тянет конкретно. То есть вы же можете ответить на вопрос, э, тяга она вообще управляет, какую форму тяга имеет, вот во что она обличена. Давайте посмотрим, что это за тяга такая, и, и что с ней, соответственно, с этой тягой можно будет сделать, я думаю, только, только так можно, можно разобраться с этим. И я не думаю, что речь идет конкретно о, все-таки, вот, непосредственно о переезде, именно в другую какую-то страну, я не думаю так. Я, если честно, более чем уверен, что хочется вам просто почувствовать себя как ты наш, ну, лучше почувствовать себя, я думаю. Это все. Я понимаю вас, но это вы можете сделать где угодно. И я понимаю, я понимаю вас, но данная проблема сохранится тоже, э, где угодно. Проблема не, не решится, э, при этом, куда-либо, вот, к сожалению. Поэтому правильного решения нет, вот, именно, правильных решений нет и, соответственно, быть не может. Тут, 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 тут только исследовать себя, вот, тут только изучать себя, разбираться со своими чувствами, освобождаться от запретов и уже, соответственно, тогда принимать решение о том, что делать дальше, вот, только так и никак иначе, иначе по-другому никак не получится, вот. Вот в этом все решение и кроется. Ну, так вы же не считаете, напомню, серьезно, да, что, допустим, э, уехав в другую страну, да, вы решите проблему своих запретов. Вы же не думаете так? Я думаю, нет. Ну, вот. Значит, вы везде будете чувствовать себя, даже с зажатой, потому что, запрет, они будут с вами, где бы вы ни были, к сожалению. Вот и все. Вот так, примерно, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, э, на этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, э, разобраться хоть немного в этой истории, достаточно сложной, я бы сказал, что у вас такая, знаете, ностальгия по несуществующим вещам, вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. С вами, конечно, конечно, нужно работать. Так вот, за один ответ вы не решите, конечно, конечно же, все свои проблемы. Вот. Не решите, никак не получится их решить. Вот. Поэтому тут я исключительно вам рекомендую индивидуальную терапию. Вот. Причем, без каких-то конкретных рекомендаций, да, то есть, что свои официальности, это все, безусловно, горшина какого-то айберга. Вот. Столько. И не более, не более того. То есть, тут нужно, э, тут нужно именно исследовать, именно изучать, изучать для того, чтобы вообще получить хотя бы, э, примерное представление, представление о том, что у вас вообще произошло в семье и так далее. Вот. Вот. То есть, восстановить эту картину сначала. А дальше уже можно будет, э, подбирать соответствующую терапию и смотреть и уже идти к намеченной цели. Вот. И сейчас у вас запрос, вот именно запрос, да, у вас даже запроса как такового нет. То есть, чего я хочу. Да, а непонятно, чего я хочу. Непонятно, чего я хочу. Непонятно, чего я хочу. Что совершенно, правда ведь? То есть, ну, хочу, хочу принять, принять решение, да, хочу уехать в другую страну на родину. Вот. И у меня проблема в том, что я не могу принять решение. Вот. Но это не запрос, это противоречие, скорее. Это связано исключительно вот именно с противоречием. Вот. Но противоречие вам мы можем помочь разрешить. Вот. Это не сложно. Сделать. Как бы. Ну, относительно не сложно. Сделать. Так что, вот. Это то, что я вам хотел сказать. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Спасибо.